Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Кроме того, по словам экспертов, в скором времени отпечатки пальцев перестанут находиться в базах правоохранительных органов, а прочно войдут в нашу повседневность. Оформить паспорт, получить кредит – все это можно будет сделать без особых проблем, просто приложив палец, таким образом идентифицировать свою личность. Возможно, в будущем отпечатки помогут и при получении различных госуслуг в сети интернет. Процедура снятия отпечатков пальцев не представляет опасности для здоровья и осуществляется на безвозмездной основе по письменному заявлению. Всех желающих пополнить базу данных отпечатков приглашают в отдел полиции по адресу улица Октябрьская, 30, кабинет 213, в будние дни с 9.00 до 18 часов. При себе нужно иметь паспорт. Подробная информация по телефону 6-20-16. Сотрудники дорожной полиции учат граждан соблюдать правила дорожного движения с самого детства. В рамках проведенного рейда под названием «Шагающий автобус» сотрудники ГИБДД Кунгура посетили истоковскую школу в Кунгурском районе. Здесь учащиеся начальных классов изучили безопасный маршрут до школы. По пути следования колонны внимание детей обращено на дорожные ловушки, обустройство перекрестков и дорог в особенности прилегающих территорий. Особое внимание полицейские уделили правилам перехода проезжей части и пользы световозвращателей, которые можно прикрепить на одежду или рюкзак. В Кунгурском ГИБДД отмечают, участниками познавательной прогулки стали не только дети, но и взрослые. Ведь научить ребенка ориентироваться в условиях реального дорожного движения можно только на положительном примере взрослых. Портал «Управляем вместе» в Прикаме принимает сообщения о нарушениях подрядчиков в текущем содержании дорог в зимний период. На сайте появившемся в нашем крае вместе с новым губернатором зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения по проблемным темам, среди которых неубранный снег на пешеходных дорожках, наледь на тротуарах и дорогах, снеговые кучи на обочинах дорог, снег и сосульки на крышах домов. Услугой могут воспользоваться жители большинства муниципалитетов края, в их числе и Кунгур, и Кунгурский район. Список территории пополняется ежедневно. Для отправки сообщения по зимним темам необходимо зайти в личный кабинет, с помощью интерактивной карты указать необходимый адрес двора, парка или расположение дороги. В выбранной категории определить проблемную тему, не забыв прикрепить фотографию. Ваше сообщение будет обработано в течение суток, либо до 72 часов в праздничные дни. Проблема описания в вашем сообщении будет либо устранена не позже 8 рабочих дней с момента публикации сообщения на сайте, либо указан срок, в течение которого проблема будет устранена. Администрация города определила культурную составляющую народного гуляния Масленица. Так стало известно, что в этом году праздник пройдет в воскресенье 18 февраля с 11 до 14 часов. На соборной площади запланирована культурная программа. Среди них масленичные игры и забавы, веселые соревнования и конкурсы, конкурсы масленичный блин, народные игры и забавы в городском парке, а также сжигание чучела масленицы. Традиционно приглашаются все желающие проводить зиму народным гулянием.